Я начну с очень простого вопроса. Мне часто задают его на поэтических чтениях. Я занимаюсь поэзией. Что такое хорошее стихотворение? И ответ на самом деле таков. Если стихотворение подобно дизайну, только выраженному в словах, или танцу, выраженному в словах, тогда что такое дизайн? Заложено ли в это понятие красота? Если да, то что такое красота? Будь то машина, муравей, кузнечик, человек, одежда или здание. Если это вписывается и функционирует с минимальным трением, тогда тот, кто умеет наблюдать, всегда будет видеть это как нечто очень красивое. Не знаю, сколько из вас замечали такое. С самого детства я подолго наблюдал за самого разного рода насекомыми и обнаружил, что дизайн у насекомых просто невероятен. И... Все насекомые, если рассматривать их в плане цвета, геометрического строения, и с точки зрения всего множества разнообразных действий, которые они могут выполнять, они спроектированы просто фантастически. Когда я говорю «Вы красивы», не думайте, что я называю вас насекомыми. Я не это имею в виду. Я говорю о том, что существа могут быть разными. У нас две ноги, у кого-то может быть четыре, у кого-то шесть, восемь, двенадцать, сколько угодно. Прелесть природы и эволюции в том, что конструкция доведена до совершенства. Думаю, что большинство людей не обращали внимания. Они думают, что красота — это восход или закат. Очень маленькие создания были сделаны невероятно красивыми, потому что они научились функционировать с наименьшим трением. Если измерить активность, например, насекомого, сколько действий оно производит, и сколько калорий оно потребляет. Очевидно, что в нем есть геометрическое совершенство, наименьшее возможное трение. Меня всегда приводило в восторг все, что создано искусно, будь то машина, строение, насекомое, животное или человек. Если вы говорите о красоте людей, если взглянуть на кого-то в тот момент, когда он радостен, любой будет красивым. Неважно, какой формы у них носа или подбородок. Если мы увидим их в радостном состоянии, они будут красивы. И какая бы форма подбородка и носа не считалась красивой, когда внутреннее состояние плохое, такие люди уже не будут выглядеть красивыми. Если жизнь вас бьет ключом, вы будете выглядеть красивыми. Я имею в виду лицо. Чтобы сделать красивым тело, нужно чуть-чуть поработать. Многие люди пытаются принять форму планеты. Не хочу никого оскорбить. Я говорю о том, что если посмотреть, что происходит в мире, особенно когда я бываю за границей, но и в Индии тоже, не в сельской местности, а в городах. Когда я рос, у нас в школе было только два толстых ребенка. Всего два. И нам всегда казалось, что они выделяются от того, что все мы были тощими. Потому что было так много всего, чем можно заняться. И мы очень много двигались. Но сейчас, если я вижу, как дети выходят из школьного автобуса, почти 40-50% такие. Может быть, это следующий шаг эволюции. Они стараются стать как планета. Красив ли круглый человек? Все зависит от того, как вы на это смотрите. Вы можете смотреть на все, как на нечто прекрасное. Если вы в определенном состоянии, все выглядит красивым. Это другое. Но я думаю, что мы говорим о физической, механической красоте. В основном это предполагает, что в объектах, которые действуют с наименьшим трением, присутствует некоторая геометрическая безупречность. Уже само то, как идет человек, красиво, когда в этом нет скованности. Будь то человек, животное или механизм, что угодно. С геометрической точки зрения все на своих местах. Вообще-то, Вселенная существует, потому что есть геометрическое совершенство. Купол Диана Лингии держится благодаря совершенству своей геометрии, а не из-за прочности материала. Во всех зданиях, которые мы спроектировали здесь, мы всегда стремились сделать их геометрически совершенными, ведь тогда требуется гораздо меньше материалов, а бюджет всегда был проблемой. Кто-то говорит, такое огромное строение держится на таких прикладинах. Да оно рухнет. Оно не рухнет, потому что оно было геометрически продуманное. Процесс эволюции всегда брал в расчет геометрию. Сам космос — это безупречность геометрии. Планета придерживается своей траектории, потому что она достигла некоторого геометрического совершенства. Если она слегка отклонится, то уже не сможет вернуться назад. Это верно не только для этой планеты, но и для всей Вселенной. В моем уме всегда было так. Если я смотрю на дерево или на облака, на женщину или мужчину, на что угодно, для меня это всегда геометрия объектов. Самое первое, что я вижу, это их геометрия с головы до ног и потом уже все остальное. Потому что нечто должно быть геометрически правильным, только тогда оно продолжает существовать, а иначе сама его жизнь уменьшается. Жизнь, здание, животного, существа или чего угодно. Любая существующая в творении форма, если она не придет к определенного рода гармонии в геометрии, ее не станет еще до того, как придет ее время. вся система йоги и заключается в том, чтобы сонастроить тело с геометрией космоса. И тогда, даже если вы просидите здесь целых два дня, проблем не возникнет, потому что вы поняли геометрию тела. и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok